Алексей Акинкин, как и подавляющее большинство его сверстников, с удовольствием пользуется благами цифрового общества. Ищет информацию для учебы в популярных поисковиках, смотрит фильмы и слушает музыку онлайн. О слежке за собой не задумывался, но, послушав лекцию, задался вопросом. И как же теперь быть? А получив короткий ответ, жить с этим знанием, сделал правильные выводы. Скажем так, немножко расширю кругозор, буду более осторожен. То есть, так сказать, ничего изменить-то не получится, закрыться, купить кнопочный телефон. Но хотя бы буду, по большей мере, обращать внимание на такие мелкие детали. Способ, который взял на вооружение Алексей и его друзья, прост. Делая запросы и общаясь с одноклассниками посредством сети интернет, быть внимательным и ко всей информации относиться критически, проверяя в различных источниках. Та же самая рекламу сказали, что вот если я делаю такие-то запросы, и она, по большей части, на меня уже ориентирована на эти запросы идет. Конечно, это повод задумываться немного, что за собой следят, надо поменьше распространяться. То, что, так говорится, не шутить с тем, про террористов, как говорили и так далее, потому что следят и могут поднять нужную тревогу. По мнению организаторов, проводить подобные встречи в рамках проекта «Профтренд» необходимо. Несмотря на то, что со стороны тема кибербезопасности кажется надуманной, а слова лекторов нагоняют страха, сотрудники градообразующего предприятия надеются, что хотя бы 10 или 15 процентов присутствующих школьников усвоили основы безопасного нахождения в онлайне. Я вот видел свою задачу, хотя бы вызвать интерес к этой проблематике. А если тут наиболее активные ребята были, они самостоятельно потом до всего докопаются. Да, может быть, это и страшно, что вот так вот все за всеми следят. Ну, страшного ничего нет, если ты понимаешь, что это есть, ты понимаешь, чем это может обернуться. Как говорят специалисты, спрятаться от глобальной слежки сегодня нет возможности. Даже более того, если ты сознательно скрываешься, это вызывает подозрения. Рецепт, который позволит избежать пристального внимания, прост. Следить за тем, что ты пишешь в интернете, обладать критическим мышлением, проверяя в нескольких источниках даже самую очевидную информацию. Кирилл Василин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.